Ну что, всем банам-веникам по спине с вами, как всегда, любитель русской народной бани Анатолий, который банчат и промышляет печами и дымоходами пока еще. И я нахожусь в банном комплексе, как обычно, у Дениса Вахова, в школе русского народного пара. И здесь идет какое-то действие, при том, оборудование здесь покруче, чем у Толика-то, да? Тут всякие штативы, там, тыра-пыра, прямо как у Марата практически. У Марата есть оборудование. И мало того, это Марат лежит. Всем привет! Марат после процедуры банных, видите ли, оздоравливающих, похудел немножко, да, изменился, но не в лучшую сторону. А вот здесь я написал, Марат, брат Джан. Да, банный лист у него куда-то с лопатки исчез. Но не в этом. Суть сегодняшнего ролика. Сегодняшний ролик будет про то, что вообще зачем все вот это нужно и что сейчас происходит. Представим, тебя как зовут? Меня Игорь зовут. Чем занимаешься? Мы, помимо бань, всеми любимых занимаюсь, еще и создали мы онлайн-школу. Первую онлайн-школу по парению в бане. Учим людей, буквально дома париться и не париться. Ну, я видел разные онлайн-школы, то есть, давайте перечислю. Школа Петрова, он там ролики сейчас выпускает. Бояринцева школа. Да, по-моему, сейчас все, ну, такие маститые парильщики ролики свои выпускают. Не выпускают, а обучают, просто ролик отдали и забыли. А мы доводим до результата. То есть, мы берем человека и дозированный ему каждый момент объясняем, рассказываем, плюс еще курирование у нас обязательно есть. И от начала до конца, в конце у нас выходит готовый специалист, который обладевает навыком парения. Причем без разницы, кто это, девушка, женщина, ребенок, пожилой человек. Все довольно-таки понятно, доходчиво. На платформе все это сделано, реализовано. И можно в любое удобное время смотреть. И, еще раз повторюсь, дозировано по два ролика в неделю на протяжении полутора, либо трех месяцев, в зависимости от курса. Ага, то есть, это не курсы вживую, то есть, там не 10 человек, там, стоят, вениками махают, а через интернет. Индивидуально, это все индивидуально, на платформе, через интернет. Можно смотреть на телефоне, на ноутбуке, на телевизоре. С обязательной отработкой всех элементов, с высыланием нам домашнего задания на проверку. Ну, школа, школа одним словом. Полноценная школа, только в онлайне. А ты, как тебя зовут, мощный старец? Мощный старец, это ты мощный сказал, мощный итальянец. Мощный итальянец. Стас меня зовут, фамилия Панин, я как спикер, преподаватель в этой школе первый. Главный эксперт. Да, вот так вот меня назвали. А, то есть, ты снимаешь, а ты показываешь? А он платит, а я делаю. Я продюсирую это все делаю. Вот так вот. Видите, у нас уже все-таки доросло, дожило в банном мире, аж до банных продюсеров. Надо мне тоже найти себе продюсера, чтобы... Он тебя уже, он тебя сам найдет. Толик, он тебя сам найдет, не надо искать продюсера. А мы тебя найдем. Мы тебя найдем, да. За тобой, с тобой свяжутся. Тогда к тебе еще вопрос, как к продюсеру. Вот в Ютубе очень, очень чрезвычайно много различных роликов с техниками парения. Ну, я сам частенько смотрю, там, питерский паровозик, там, вот эти двоечки, троечки. Ну, сам я ничего не умею особо делать. Ну, так я смотрю, пытаюсь что-то сделать, но не выходит. А почему ты уверен, что у тех, кто посмотрит, все выйдет? А самое главное, вот ты смотришь и ты понимаешь, что ты там увидел и что ты делаешь. Ведь самое-то главное разобрать и не сразу же впихнуть в большой кусок информации. А если этот кусочек декомпозировать на маленькие отрезочки, более подробно, разжеванно давать, дозированно, информация сводится быстрее, качественнее и последовательнее. А у вас какие-то пробные уроки будут, там, ну, чтобы человек, прежде чем заплатить денег? Есть у нас, на самом деле, гарантия возврата, то есть две недели вы занимаетесь в школе, не понравилось, а уходите. Ну, таких, по крайней мере, пока еще не было. А сколько выпусков было? Вебинары у нас же проходят еще. Бесплатно или платно? Да, да, конечно. Бесплатные вебинары, да. Ага. А на какой платформе это все происходит? Вебинары мы проводим на Proof.me, конференции мы проводим в Zoom, а сама школа на ГИД-курсе. А на YouTube есть какие-то пробные ролики или еще что-то такое, чтобы понять, что к чему? Нет, и смысла-то нет выкладывать эти пробные ролики. По пробным роликам вы не поймете весь смысл школы. Лучший вебинар, лучший вебинар. Да, мы вопросы-ответы, и два, вот вчера был вебинар, три часа провели мы его. То есть там Игорь говорит свою часть, я говорю, потом вместе мы отвечаем на вопрос-ответ. Очень подробно, со всей стороны разные люди. И тут еще смысл у этой школы, мы, получается, объединяемся, мы как единомышленники становимся. Преподаватель, я не один буду в дальнейшем. У нас еще факультативы есть по ромам, маслам, по травам, по чашам. Идут факультативы к курсу еще. Вот, и что хочу сказать, основная мысль в данный момент, это единомышленники. У нас потом мастер-майн идут. Мы прошли несколько уроков, договорились, время какое удобное, более-менее для всех вечер. И на пару часов встреча в онлайне, и пошли вопросы-ответы. То есть ты не один на один с преподавателем, вопрос-ответ, твоя проблема, тебе ответ. А еще несколько человек, и ты смотришь, что, как, у кого получается, как получается. Вот в этом, кстати, вот в этом весь один из основных смыслов вообще создания этой онлайн-школы было. Объединение в единомышленники. И из этого, это 300% потом появляются, я называю это перлы. Вообще крутые, классные перлы. А как вы назвались? Мастерская легкого пара. Мы мастерим специалистов, мастеров пара, чтобы они готовили легкий пар. Ага, ну вот что-то посмотреть, как... А давайте, знаете, как сделаем? Ты расскажи, из чего вообще, из каких уроков состоит, что вообще до людей доносится. Ну там, может, аюверта какая-то, или там, как веником черпать пар с потолка. Да простит тебя, Махадев. Да, уж он не простит. А потом сможете меня хотя бы троечку, как делать, научить, или ещё что-нибудь такое покажете? Мало того, мы тебе дадим пробный период. И на самом деле проведём эксперимент. Вот ты покажешь какое-то простенькое движение, я попробую повторить. А мы посмотрим, приведёт это к успеху. Давай сначала по частям. Хорошо? Хорошо. Всё, отлично. Итак, из каких урок состоит курс? У нас есть два курса, даже три пакета. Первый? Первый – это домашний банщик. Что туда входит? Базовый курс? Это базовый курс, он домашний, это фундамент. Это фундамент парения, это основа его. Это не двоечки-троечки, как веником. Хотя просто показываем без проблем. Не зацикливаемся на технике. Техника приходит, ребята, это 300%, руки делают. Главное – понимание, что ты вообще делаешь. Вообще, что делать. Поэтому мы весь алгоритм парения разбили на уроки досконально. Каждый момент показываем уроки по 10-12 минут, чтобы вас не грузить сильно. И все уроки связаны между собой. Практика, основная практика идёт. Связаны первый урок, связаны со вторым, как продолжение идёт. И в конце у вас образовывается парение, вот это вот 15-20 минутное. На каждый урок вы даёте или ответы на вопросы, или видос нам скидываете. Обязательно домашнее задание. На каждый урок, для того, чтобы он усвоился, наши ученики выполняют домашнее задание. Да, там стоит функция «Стоп-урок». Если вы не сдали домашнее задание на урок, следующее вам не приходит. Вот это да, как английский. Типа того. Да-да-да-да, английский. Это на самом деле классическая онлайн-школа, но не классическое парение. Нет, не классический предмет. Нет, не классический предмет для онлайн-школ. Мы протаптываем дорожку в этот мир. И в принципе успешно. Сейчас вот у нас на потоке уже учится порядка 15-17 человек. Оп, телефон. И следующий курс – это мастер… То есть второй. Первый – это вводный, базовый. Не то, что вводный, это фундамент. Фундамент. Второй? Второй – это вот сейчас, на данный момент, и зашел. Мы снимаем второй курс. Это заканчиваем снимать. Это профессиональный. Мы уже разбираем людей по типам. Какой тип, как парить. То есть худой, толстый и прочее? Или от энергетики зависит? Я бы сказал, первый тип, второй тип и третий тип. Все маленькое – маленький, среднее – средний и большое – большой. Вот это в двух словах. Сейчас в данный момент идет запись второго типа. Видите, у нас какой парень, красавчик. Средний тип, атлетического телосложения, крепко развитое тело. Наркомандер. Не надо такие вещи говорить на спортсменов. Пикачу, анимашник, как я прямо. И всем школьникам мы рекомендуем обращаться к аюрведе. Это справочник. Основа аюрведы. Вот он. Амритананда Чопра. Это один из вариантов. Мы адаптировали аюрведу эти типы. Мы специально ушли от этого слова аюрведа, доши. Не надо, ребят. Вот просто мы это все адаптировали, перевернули и в баню занесли. Тогда вы будете видеть, диагностировать людей в парной и воздействовать на них определенным образом. Я вот этого всего боюсь. Я, ребят, когда был школьником, у меня мой одноклассник Ваум Сенрикё появился. Сначала у меня, конечно, Гербалайфом попытался научить торговать. Потом Ваум Сенрикё. Потом говорит, надо тебе книжку почитать. Карл Скастаньеда. Но кончил он героином, а я живой до сих пор. Ну это один у тебя такой друг, согласен. Да, да, да. У нас у всех есть такие друзья. Дело не в аюрведе и в типах. Это просто друг Толика такой. Да. У меня тоже такой был. У всех был такой. Я, короче, литературу боюсь духовно. Духовно не развиваюсь. Здесь чистая прагматика. Это физиология. У нас то, что мы делаем, не остается бесследным. Обязательно на нас отражается. Вот если человек любит пожрать, он обязательно будет вот таким вот, да? Ого, так это у меня должен быть вот так вот до колена. Но, ребят, тут ничего нету. Подожди. Просто отстегнул их. Толя, прикритит. Так, давайте. Третий курс. Третий курс. Это VIP-курс. Это для держателей бизнеса. Мы приезжаем, спикеры. На месте организовываем пространство банное. Консультируем. Ребят, персонал настраиваем. Показываем. Банные. То есть, это вживую третий курс. Да. Офлайн пока так. Третий курс пока. И оффлайн, и онлайн. Там на протяжении года мы введем этот банный комплекс. Ну, аутсорсинг. Можно сказать, аутсорсинг банного комплекса. А чемпионом можно будет стать после третьего курса? В чемпионатах участвовать? После третьего нет, но после второго, после профессионального, конечно. Но у нас входит во второй курс, первый автоматически входит. То есть, если вы покупаете второй, то первый автоматически входит. И мы будем участвовать обязательно, потом школьники будут от мастерской легкого пара участвовать в соревнованиях, на фестивалях и так далее. Ну что, а теперь я предлагаю показать, грубо говоря, вот то, что как вы снимаете, то есть то, что ты показываешь. Ну что, чему учить будешь? Двоечки или троечки? Никаких двоечек, троечек я имею в виду в данный момент. Еще раз повторюсь, ты уже попал на съемки профи. Профи не надо учить двоечкам, троечкам. Они уже умеют. Да, они уже умеют, они прошли базовый курс. Поэтому в данный момент, сейчас ты зашел, у нас почему здесь красное полотенце, почему, вот скажи. Парень из Челябинска, красные труханы. Да, да, да. В данный момент мы проходим вариант, называется ледяные полотенца. Для этого типа людей это очень уместно, чтобы адресно доставлять кровь. Сейчас мы разбираем адресно доставлять кровь на второй этаж. Это первый этаж, второй этаж, третий этаж. Адресно доставлять кровь ягодицы. Крестец, так скажем. Вот, поэтому мы здесь ледяное полотенце холодное накрыли ягодицы, поддали и хорошенько греем те части тела, которые возле этого полотенца, возле ягодиц. Внизу это бедра, их разогреваем. Вверху это поясница, хорошенько разогреваем, хорошенько разогреваем. Вот они, припарочки пошли. Вот они, вот так вот мы разогреваем. Если хорошо вообще хотите разогреть, именно на эти места нанесите кунжутное масло, например. Вот. Разогрели. Когда разогрели, мы снимаем это полотенце, берем второе, сейчас смочить не буду, смачиваем оба полотенца в холодной воде, накрываем эти части, которые мы разогревали. Что у нас происходит? Там было горячее. Сружение сосудов. Раз. И куда эта кровь девается? В задницу. Правильно. Хорошо сказал. Тебе можно, да, наверное, так говорить? Наверное, я не знаю просто. Я не совсем медик. Мы говорим в ягодицы. В бедрах. Да, вот они. И теперь начинаем разогревать именно ягодицы. Напрягаем, пожалуйста, ягодицы, Илюш. Держим, держим, держим. Достаточно. Таким образом сюда кровь призываем. Очень хорошо поддаем, повторю. Очень хорошо поддаем. Здесь ледяные полотенца. Вот так мы доставляем ударную технику. Здесь уместно. И разогреваем. И вся кровь здесь. Также вы можете кровь и в... Ножки вместе, пожалуйста. Благодарю. И в бедра доставить. Сначала холодное. То место, куда мы доставляем. Разогреваем ягодицы и икры. Охренеть. Затем мы сюда холодное. И разогреваем бедра. Ну, заболело у вас колено. Вот таким образом доставляем. Заболел локоть. Понимаете, да? Что делать? Сначала на локоть холод. Разогреваем предплечье. И эту часть, где кисть. Затем берем второе полотенце. Здесь делаем холод. Покажу наглядно. И доставляем. И сюда греем. И греем локоть. Ух ты! Дай я попробую. Держи ты телефон. Снимай меня. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ваш море в меня. Держи. Так, ты залази туда не будешь. Давай все это. Или туда полезешь. Не-не. Аку. Ну давай. Аккуратно. Ага. Тут, видите, микрофоны. Все дела. Итак, вожди не подсказывает. Да, я первый сначала. Негодицы. Давай, я сгодицы. Так. Значит, первое с чего начать. Нужно взять холодное полотенце. Ледяное. Ледяное. Так. Вот оно. Нормально сложено было. Да. А, ты понял. У меня руки кривые. Крюки. Я же говорю, каких-то вещей не знаю. И начинаем разогревать вот эту вот часть. И вот эта вот. Эта часть как это называется? Это, помню, поделаешь задницы, то... Да, все. Отлично. То есть, но... Нагревай веник. Чем выше подымаешь веник, тем больше нагревается. У нас баня пироговая. Если вот здесь, то ты нагрел веник не очень сильно. Если выше, то очень сильно. То есть, да. И нагревай. Вот оно. Нагрей и опусти. Нагрей, опусти. Опусти просто, пусть лежат. Значит, припарку. Тихо-тихо. Как кошечка. Знаешь, как кошка лапами. Вот как кошка лапами. Вот так вот и делай. Вот. Вот так. Да-да-да-да-да-да. Подымай. Пару секунд всего достаточно, чтобы тепло от веника ушло в тело. Да. Дальше идет тактильная история. Просто ощущение. Нагревай здесь и здесь. Скажи, как долго надо парить вот эти вот части? А у тебя очень хороший жар. Это уместно для типа людей номер два. Они очень восприимчивые. И это тип печка, баня. Они априори нагретые. По жизни. С рождения. Это люди огня. То есть полторы минуты, не больше. Да, пару-тройку. Пару-тройку. Пару-тройку здесь и пару-тройку здесь. Ну, а дальше переходим сюда. Поясница. Здесь не увлекайся. Прогреваем веники, правильно? Да. Так. Тут у нас хорошо подкинуто. Ага. Как-то поясничка. Возьми здесь за бочок, оба веника положи. Оба. Нет, вот здесь. Да, вот так тоже хорошо. Отлично. Вот так вот. А теперь оба веника вот так вот. Вот второй сюда положи. Вот этот. Да. Просто, чтобы удобно было. Ага. Я понял. Такое числоя, что можно сделать вот так вот при парку. Да, да, да. И на себя потяни. Отлично. А движение локтевым вот эти вот? Молодец. Только очень аккуратно. Ты не мануальщик. Нет. И мы не знаем, что у него там. Поэтому воздействие нам нужно только для проникновения тепла. Ну, тут просто площадь больше на при парку, чем с одной руки. Бога ради. Если тебе так нравится, делай. Так. Ну, пар у нас очень хороший. Так, 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 так. Все, нагрел дальше. Все, нагрел. Дальше я это полотенце мочу в холодной воде. Обязательно. Потом его кладу вот сюда. Да. Это тоже мочу в холодной воде. Кладу его вот сюда. Отлично. А дальше беру веники. И вот тут пошел джаз. И вот тут пошел джаз. А я помню, меня не помню кто учил, но я помню как джаз давать. То есть, это либо вот такие вот движения, либо движения хлоп, 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 хлоп. Но лучше это всего происходит, когда ты положишь нагретые очень веники на ягодицы положи. Так. Вот так. Вот так, чтобы тебе удобно было. Вот так. Вдоль тела. Вдоль. И вот так ты тоже встань. Ну, если к камере, то лицом к камере. Оставь веники, отпусти. Руки положи на ягодицы. Так. Через веники на ягодицы. Илюш, напряги, пожалуйста. Напряг, а ты их как раздвигай. Держим, держим, держим. Раздвигай ягодицы. Это идет напряжение. Он напряг, и ты напрягаешь, раздвигаешь. Теперь расслай, пожалуйста. Толя, не свои булки напрягай. Я боюсь, что вдруг там это... Не бойся. Где он выйдет? Вот сейчас сюда кровь идет. Очень сильно идет кровь. Теперь подымай и паль. Вот это... Стоп! Отстань жару! Отлично! Вот это движение, которое было до этого, убирает пару минут вот этих вот напряжений. Ага. То есть ты этим бережешь себя и лучше прогреваешь части. А вот так можно махать, ну, хоть сколько. Если тебе это нравится, да. Но иногда человеку это не нравится. Так мы же не спрашиваем, что ему нравится, а что не нравится. Да, мы делаем. О здоровье. Да. А парильщик должен беспокоиться о своем здоровье. Все хватит. Мы делаем так, как ему заходит. Поэтому мы разбираем по типам людей. Чтобы не гадать, не ощущения. Есть четкие знания. На этого человека воздействие такое определенное доставляет ему КПД 100%. И ты не тратишь свои силы на эти поиски. Что делать, не делать. Так, пробовать, не пробовать. Ты не тратишь свое здоровье. Понимаешь? Ты четко знаешь. На этого человека так воздействует, на этого так. А потом уже играешься. Конечно, есть нюансы. Конечно, есть ситуации. Но это все с опытом приходит. Но в итоге попадание происходит 100%. Мы это делали. Вот сейчас мы пошли это вещать, делиться с людьми. Не сразу. Я не то, что прочитал книжку и сразу вам диктую это. Весь такой умник. Мы несколько лет так парили людей. Об этом ничего никому не говорили. Только единомышленники между собой собирались и исследовали, экспериментировали, пробовали и на себе, и на других. Потом убедились, отработали. И сейчас даем. Вот и все. Это было несколько лет. Четыре года мы это делали. А сколько вот таких вот движений в одном уроке? 10-12 минут урок. 10-12 минут урок, вот я и говорю, дозированно это все дается. Вот мы один тип, разбираем четыре урока. Чтобы ты, как ученик наш потенциальный, не забивал себе сильно голову, а во вторник 10-12 минут посмотрел урок, поработал, в пятницу еще раз 10-12 минут посмотрел, поработал, отработал. Каждый урок домашнее задание выполнил. Следующий урок не откроется без выполнения домашнего задания. А вы все отсматриваете, все домашние задания? Да, мы курируем. Конечно, курируем. У нас есть кураторы, которые ведут каждого за ручку. Ого, это же, наверное, в прорубь денег стоит. История умалчивает. История умалчивает, сколько это? Там внизу по ссылкам, все сами посмотрите. Ссылочка будет вот там, на нашу школу, на наши соцсети. Сейчас я чувствую негодование. Толян, скажи, сколько денег, чего ты молчишь, чего стесняешься? Да не, ребят, просто непонятно, в каком году вы это смотрите. Там мы же все живем на Российской Федерации, соответственно, у нас все обычно дешевеет с каждым годом. То есть вот сегодня, как они скажут, там 150 миллиардов, а потом раз в следующем году 15 тысяч, а через два года 5 тысяч. Ну, в общем, лучше зайдите и посмотрите сами. Есть что добавить? Ну, добавить есть что, ну, я думаю, отлично. Спасибо тебе, достаточно. Достаточно? Да. Хорошо, спасибо тебе. Я Стаса знаю давно, это реальный профессионал в парении. А вот этого мужчину знаю тоже давно, но я не думал, что он займется продусированием. Вот он профессионал. Просто накопился. В банях продаж бань. Накопился вот в продюсировании бань и решил я продюсировать еще и парение. Ну, согласись, это все классное дело. Стас один из крутых экспертов, который сейчас есть в банном мире. Спасибо большое. И он дает информацию очень четко, круто, правильно и доходчиво. И трезвый. И практически всегда трезвый. Да, да, да. Это немаловажно, давать трезвую информацию. Когда ты говоришь в камеру, а не в камеру. Да, да, да. А не в меня. Да, 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 да. Так, в общем, все. Смотрите, изучайте. В общем-то, ну, мне доступно. Показали, объяснили. Я все понял. Подробнее на вебинарах. Вот там прям мы три часа разговариваем, обсуждаем. У нас там прям по презентации идет, по темам постепенно. Мы вопросы, ответы, много людей. Супер. Приходите на вебинар, там поговорим. Безоплатно. И там, на самом деле, да, дадим вам понять, что если вы хотите научиться париться, парить и быть мастером пара, то там вы поймете, что это просто, это легко. Приходите. Ссылочка внизу. Лайса, подписаться и бегом по ссылкам. Марат, пока.